здравствуйте дорогие друзья несколько слов из недельной нашей главы о важности благословения некоторых целителями всевышнего и наша недельная глава напоминает кто поддерживает наше здоровье что там написано и отдалит всевышний тебя всякую болезнь почему мудрецы постановили ну скажем так часто так говорить благословение раз благодарить всевышнего там за здоровье и так далее мы начинаем это с утра и там в разных в молитвах знаете во многих вот еврейских таких религиозных школах в перед туалетом вывешены такие благословения которые читает чек некоторым кажется что после посещения туалета читать этого не важно но еще в лавилонском талмуде написали слова баи что тот кто вышел из туалета должен произнести благословение понимают это люди в общем то вот знаете я недавно был последний раз в больнице видел там все это и вот люди когда попадают в какую-то не дай бы такую ситуацию они начинают понимать глубину этих слов когда становится очевидны там катастрофические последствия нарушения функций какого-то организма увидев это пропуская через себя то что человек видит да он перестает воспринимать походы в туалет как нечто собой разумеющееся начинает понимать сколько вещей должно произойти полной координации для того чтобы организм мог безболезненно выполнять свои функции а когда туда увидеть людей с которой зависит от аппаратов диализа или катетеров начинаешь понимать мудрость торы которая записана еще 16 веков назад вышел все в порядке отправь телеграмму как говорил один мудрец что все в порядке какой смысл в том что мы все это делаем молимся богу произносим благословение мы у него что-то просим благодарим за то что нам дает там нормальный чек а зачем неужели ему действительно нужны наши молитвы благословения там и так далее написали наши мудрецы что это ему не нужно это нам нужно это нам необходимо знать что мы получили от всевышнего и что можем получить когда что-то не хватает надо обращаться к нему здесь очень интересный момент есть мы мы говорим благословение после трапезы да когда мы уже поели и насытились сказано в недельной главе будешь если насытишься и благословишь бога твоего зачем сказано и насытишься почему можно подчеркнуть это дело в том пишут мудрецы что голодный человек он помнит о боге всегда другое дело когда человек пересыщен и слишком уверен в себе у него совсем другой подход к жизни он забывает что то что у него есть это благословение бога написано одна из самых страшных болезней человека звездная болезнь когда человек добивается успеха и человек думает что это благодаря своей силе своему таланту поэтому тора и говорит ты поел насытился чувствуешь себя хорошо вот тот самый момент когда нужно вспомнить о боге в трудную минуту мы знаем что нужно к нему обратиться когда все идет хорошо иногда забываем поэтому нужно молиться чтобы читать благословение что помнить откуда мы все получаем вообще говоря молитва это в сущности просьба о даровании жизни о даровании здоровья пропитания каждый день мы вновь и вновь должны все это для нашей жизни это все необходимо мы же не можем так завтра прекратилось в тексте молитвы утром например написано такое дающее зрение слепым о чем идет речь не о том слепом который сегодня прозрел вдруг имеется ввиду тот факт что проснувшись утром ты видишь что можешь видеть все видеть своими глазами когда ты говоришь написано выпрямляющий сагбинда это не больному позвоночника относится это то что ты чудо утром проснулся и нормально ходишь и сам может стоять на своих ногах все дается нам в дар магит из межирича как-то сказал что перед лицом испытания перед лицом болезни перед лицом смертельной опасности не дай бог все становятся религиозными все находят путь там к богу начинают искать и так далее все молятся с большой силой там читаете лимса слова слезами такой ситуации никто не подумает даже и дает заку стараются дать одна когда все становится хорошо когда жизнь идет своим чередом без бурь без потрясений людей не так часто задумаются о творце может поэтому к нам и приходят с неба разные события что мы не забыли зачем мы здесь находимся об этом надо подумать про хавецлаха